Псалом 11 с объяснением. Молитва о спасении праведных от руки нечестивых. Псалом 11. Размышления на время бедствия. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый ближнему своему. Усталь, стивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все усталь, стивы, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. Поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода всего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возвысились. Откройте для себя смысл Псалма 11, возможно, написанного Давидом во время угрозы со стороны царя Саула. Узнайте, как этот Псалом может дать руководство и уверенность во времена личных испытаний. Подпишитесь на больше вдохновляющего контента о библейских учениях и обещаниях спасения. Псалом 11 с комментарием. Краткое содержание. Стих 2. Давид молит Бога оказать Ему помощь, так как Он отовсюду окружен людьми лживыми. Стих 4. Давид верит, что Господь спасет того, кого они хотят погубить. Обетование Бога о защите праведного непреложно и истинно. 11 Псалом, о котором идет речь, вероятно, был написан Давидом в период его жизни, когда он находился под угрозой со стороны царя Саула. Это время характеризовалось не только личными испытаниями Давида, но и более широким упадком моральных ценностей в обществе. В царском дворе царило недоверие и интриги, а среди народа наблюдалось общее угасание честности и благочестия. Давид, будучи человеком глубокой веры, не мог оставаться равнодушным к этому состоянию дел. В своих молитвах он искренне высказывает Богу свои переживания, делясь горючью от предательства тех, кого он считал друзьями. Эти лживые друзья не только предали его, но и усилили его страдания, в то время как враги, противостоящие ему, продолжали оскорблять и угнетать. Давид не только страдал от личных обид, но и ощущал на себе бремя ответственности за судьбу своего народа, который также страдал от морального разложения. Этот псалом можно рассматривать как крик души, в котором Давид обращается к Богу с просьбой о справедливости и защите. Он надеется на восстановление честности и благочестия в обществе, веря, что только с Божьей помощью можно вернуть утраченные ценности. В этом контексте псалом становится не только личным исповеданием, но и отражением более широких социальных и духовных проблем, с которыми, помимо всего, сталкивался израильский народ и в ту эпоху. Давид, как будущий царь, уже тогда осознавал важность морального примера, который должен подавать правитель. Его слова остаются актуальными и по сей день, напоминая, что честность и добродетель должны быть основой любого общества. Раскрытие псалма 11. Вдохновение, стоящее за словами Давида. Псалом 11. Является мощным выражением веры и надежды в трудное время. Автор, находясь в состоянии глубокого отчаяния, обращается к Богу за помощью. В своем плаче он выражает чувство одиночества, когда нет ни одного человека, которому он мог бы доверить свои страхи и беды. Стих 2-3. Это отражает универсальный опыт, когда человек оказывается перед лицом несправедливости и не может найти утешения в людях. Однако в своем отчаянии автор не забывает о Боге. Притом, он обращается к Нему с мольбой о защите и справедливости. Он предсказывает падение его врагов, которые, по его мнению, одержимы гордыней и жестокостью. Стих 4-5. Это пророчество можно трактовать как проявление веры в божественное правосудие, которое в конечном итоге восторжествует над злом. Далее автор обращается к себе и к своим соратникам с утешительными словами. Как бы плохо ни обстояли дела сейчас, это стих 9, он напоминает о Божьем обещании защитить свой народ. Он верит, что Бог сохранит своих верных и обеспечит им безопасность и благополучие. Стих 6-8. Эти слова вдохновляют на надежду, даже когда все кажется потерянным. Заключительные стихи Псалма 11 подчеркивают уверенность автора в Божьем Слове и его обетованиях. Стих 7. Автор верит, что Бог исполнит все, что Он обещал, и что в конечном итоге добро победит зло. Этот Псалом напоминает нам, что даже в самые мрачные моменты жизни мы можем найти утешение и надежду в Боге. Он, вдобавок, является источником силы и мудрости, который, вместе с тем, всегда готов прийти на помощь, когда мы в этом нуждаемся. Изучение глубины Псалма 11. Ответ Давида на угрозы царя Саула. Время правления царя Саула. Вопрос о том, был ли этот Псалом написан во времена правления царя Саула или нет, до сих пор остается открытым перед дискуссией. Однако, вне зависимости от точной даты его создания, Псалом отражает глубокую обеспокоенность Давида состоянием общества и его моральным упадком. Описание царя Саула в Библии действительно рисует картину сложного и противоречивого правителя. Он, будучи избранным Богом, не сумел устоять перед соблазном гордости и непослушанием, что привело к конфликтам и с пророком Самуилом, и в конечном счете и потери царства. В этом контексте Псалом, описывающий царя, чья душа жаждет крови, чьи руки полны нечестия и чьи ноги скользят по пути зла, может быть интерпретирован как рефлексия направления Саула. Однако Псалом не ограничивается только одним конкретным правителем. Он пророчески предвосхищает и будущие времена, когда другие цари, подобные Саулу, будут править неправедно. В этом смысле Псалом становится не просто историческим документом, но и пророчеством о том, что «Во времена онравы», как воскликнул римский оратор Цицерон, вдобавок, что человечество склонно повторять свои ошибки, и что даже в самых процветающих периодах может наступить моральный упадок. Остаться верным Богу Псалом призывает верующих оставаться верным Богу, независимо от того, что происходит в мире и в обществе. Он подчеркивает, что истинная праведность не зависит от политической ситуации, а основана на отношениях с Богом. В этом смысле Псалом можно рассматривать как ключ, как клич из глубины, как молитву о том, чтобы Бог восстановил справедливость и порядки в мире. Молитва о спасении праведных Всемогущий Боже, Ты, кто сотворил небо и землю, Ты, кто даровал нам жизнь и заботишься о нас каждый день, услышь нашу молитву о спасении праведных от руки нечестивых. Мы живем в мире, где зло и несправедливость царят, где праведные страдают от рук нечестивых людей. Мы молимся о защите и спасении всех тех, кто ищет Тебя и следует Твоим заповедям. Пусть Твоя могущественная рука охраняет нас от козней злых и от коварных планов нечестивых. Пусть Твой свет проникает во тьму и прогоняет все зло из нашей жизни. Пусть Твоя благодать защищает нас и наших близких от опасностей и бед. Пусть Твоя милость сопровождает нас на каждом шагу. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь и заботу о нас. Пусть наша молитва о спасении праведных от руки нечестивых будет услышана, и Ты даруешь нам мир и спокойствие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Аминь.